Здравствуйте! Сейчас мы с вами рассмотрим возможность создания настройки скрипта, позволяющего выключать компьютеры на Linux по SSH. Скрипт позволит вам сократить время, автоматизировав процесс выключения большого количества рабочих станций, либо серверов. Здесь рассмотрен пример всего лишь на одном компьютере, но в этот скрипт можно добавить и большее количество компьютеров. Итак, мы перейдем к первой части, где создадим и настроим скрипт на выключение компьютеров. Итак, в домашнем каталоге я создаю файл командой touch под названием power-off, нижнее подчеркивание, скрипт. Нажимаю Enter, перейду в него редактором Nano и, соответственно, будем прописывать в него команды, которые позволят выключить удаленный компьютер. Прежде всего, в первой строке я указываю шибанк, он только лишь указывает на то, в какой оболочке будет запускаться данный скрипт, и больше ничего он не делает. То есть данная строка абсолютно неактивна и вообще ее можно не прописывать, но по правилам ее всегда пишут. Со следующей строки я указываю команду, которая позволяет зайти на удаленный компьютер. Я буду заходить под рутом и далее через собаку я указываю IP-адрес. Затем через пробел в кавычках я указываю команду, которая позволит выполнить действие на удаленном компьютере. В данном случае я указываю команду ПВД, позволяющую смотреть на удаленном компьютере, в каком каталоге мы в данный момент находимся. Но перед тем, как выполнить эту команду, я впишу сверху команду ЭХО, которая позволит вывести на экран, какой из этапов скрипта сейчас будет выполняться. И здесь я указываю текст, который позволяет нам глазами определить, на какой компьютер либо сервер перешел скрипт, для того, чтобы ввести нужный пароль, соответственно, для этой машины. Так как скрипт может быть большой, содержит много этапов по заходу и выключению компьютера. В конце я прописываю команду ЭХО, ГУДБАЙ, для того, чтобы видели, что скрипт отработал. Здесь также мы видим, что используется команда ПВД, а не выключение компьютера. Я ее здесь указал, прежде всего, для начальной отладки скрипта. И теперь мы сделаем его выполняемым. Для этого зададим ему атрибут Х, команда ЧМО от плюс Х и название скрипта. Теперь мы его попробуем запустить. Для этого выполняем точка слэш и название скрипта. Power-off, нижнее подчеркивание скрипт, нажимаем Enter. Здесь нас просит ввести пароль. Удаленному компьютеру вводим. Скрипт нам, команда ПВД показывает, в каком каталоге мы находимся. И отработав, показывает ГУДБАЙ. На этом я первую часть настройки скрипта завершаю. Во второй мы рассмотрим возможность работы данного скрипта, где нам не придется вводить пароль. Но в данном случае я считаю, что данный метод является менее безопасным, так как мы будем делать публичный ключ SSH. Таким образом, для того, чтобы повысить безопасность, надо будет сделать дополнительные настройки в сервере SSH, сделать хотя бы аутентификацию для указанных пользователей. Итак, перейдем к настройкам. Здесь выполняем команду SSH KGEN, которая позволяет создать ключ для доступа на удаленный компьютер по данному ключу без паролей. Теперь выполняем команду SSH EAD, то есть добавляем данный ключ. Enter. Видим, что ключ у нас успешно создан, и указано, где и какие ключи. Перейдем в каталог root, так как я создал данный ключ от root. Здесь мы перейдем в каталог .ssh и посмотрим, команда LS, какие имеются здесь ключи. Данный ключ нам необходимо перенести на удаленный компьютер, который будем заходить уже в следующие разы без логина и пароль. Для этого нам необходимо выполнить следующую команду, она достаточно длинная. И вот, начнем ее вводить. Cut. Название ключа указываем, который переносить будем на удаленный компьютер. Далее указываем SSH, root, собака, IP-адрес компьютера, на который мы, соответственно, и переносим данный ключ. Далее, в кавычках, опять прописываем кат. Точка SSH, слэш, то есть, куда мы уже будем переносить, опять же повторюсь, данный ключ. Обращу ваше внимание, что на удаленном компьютере, то есть, тот, который мы будем выключать, должен уже находиться каталог .SSH в домашней директории пользователям, под которым мы, еще раз повторюсь, будем заходить. Вот, вводим пароль на удаленную машину. У нас все успешно отработало. Ключ перенесен. И попробуем сейчас с вами зайти на удаленный компьютер. Получится ли у нас зайти на него без пароля. Видим, все работает замечательно. Мы зашли, пароль не спросили. Для того, чтобы вас убедить, что действительно мы перешли на удаленный компьютер, я ввел команду .config, которая позволяет указать IP-адрес компьютера, что в действительности так оно и есть, что это удаленный компьютер, мы на него перешли. Возвращаемся назад и здесь мы переходим в домашний каталог пользователей, где у нас находится данный скрипт. На выключении компьютера мы его сейчас запустим. Видим, что он у нас отработал без запроса пароля. Это очень удобно, но минус в том, что вы наносите небольшой ущерб безопасности. И первый вариант настройки скрипта я считаю более безопасным. Если, конечно, вам важна данная степень безопасности. Если нет, то, конечно, вы можете использовать второй вариант, так как он более автоматизирует процесс выключения компьютеров. Сейчас я скопирую созданный нами скрипт в каталог сбин, находящийся в каталоге юзер. Что это нам даст? Это нам даст то, что когда мы будем набирать скрипт, power of script, мы не должны будем находиться в той папке, где мы его первоначально создали. Вот, я сейчас его запустил в папке пользователя. Бест сейчас перейду в корневой каталог. И теперь я попробую запустить. Видим, что он у нас также работает. Так как мы его прописали как дополнительную команду обычную power of, либо shutdown в саму систему. Сейчас я окончательно отредактирую данный скрипт, но уже в папке, находящейся по данному пути, так как я его туда перенес. И здесь вместо команды pvd я уже указываю команду power of. Вы можете указывать shutdown, либо halt. Это уже на ваше усмотрение. Я использую power of, так как мне достаточны данной команды. Итак, прежде всего я запущу на ping удаленный компьютер, который мы сейчас будем с вами выключать, для того, чтобы убедиться, что он действительно работает, что здесь нет никаких подводных камней. И теперь выполняю данный скрипт. То есть запускаю его. Видимо, он отработал. И еще раз запускаю на ping. Видим, что уже пинги не идут. Таким образом, удаленный компьютер был нами выключен. На этом я завершаю настройку скрипта по выключению компьютеров в сети, работающих под управлением Linux. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...